Это обращение появилось на портале 7 сентября. Пользователь пожаловался на разрушающийся мост на въезде в микрорайон Урсала. Наша съемочная группа выехала на место. И действительно, в асфальте на пешеходной зоне появились дыры. Асфальт местами обрушился и сохранилась только металлическая конструкция. Высота моста около 5 метров. Внизу протекает река Степной Зай. Территорию оградили, но житель, оставивший обращение, все же переживает, что могут пострадать люди. В ответ на жалобу исполком района сообщил на портале, что подготовлено обращение в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан. Пока же пешеходы вынуждены ходить по противоположной стороне моста. К счастью, здесь асфальт пока цел. Еще одно популярное обращение на портале касается работы общественного транспорта. 9 сентября с 8.45 простояло 45 минут на остановке Панорама, чтобы уехать в микрорайон Урсала. В приложении «Умный транспорт» все три автобуса маршрута номер 5 следует в город. Два из них друг за другом с интервалом в одну остановку. Почему нет контроля за периодичностью движения? На заявку отреагировал исполком района. В ответе сказано, что информация доведена до перевозчика. Предпринял ли какие-то меры, а попад пока не сообщается. Другую жалобу тоже оставили пассажиры общественного транспорта. Только теперь пожаловались на остановку на улице Белоглазова. «Отремонтируйте, пожалуйста, остановку. Крыши нет. И сбоку дождь заливает. Под дождем и не укроешься». Исполком района сообщил, что павильон отремонтируют до 30 ноября. А жители микрорайона Алсу написали об атаке клещей. По их наблюдениям, клещи находятся в траве рядом с жилыми домами, находят их и в помещениях. Альбинцевцы беспокоятся за детей. Рядом находится детский садик номер 22. Возможно, проникновение в детское учреждение. Необходима обработка. Их очень много. Специалисты Роспотребнадзора выехали на место и провели обследование территории. О результатах сообщили на портале. Методом сбора клещей на флаг на территории вокруг улиц Галеева, Чекова, Новикова клещей не обнаружено. А в доме номер 15 на улице Нефтяников нашествие комаров. И по сообщению жительницы, проблема появилась еще полгода назад. Заявка принята в работу. Всего за сентябрь на портал народной контроли от альбинцевцев поступило 295 заявок. 158 из них решены.